Добрый вечер, дамы и господа! Как я и обещал, сделать пивной обзор на пиво, которое мне подарили на день рождения. До сих пор оно стоит, и я человек не пьющий вообще-то. Ну вот экзотизм так у меня, конечно, радует. Первое называется Dream Machine, это лагерь. К сожалению, пробка у неё не вертится, поэтому я буду вынужден открывать её скрывашкой. Что неудобно, как ты снимаешь сам, вот так открылась Dream Machine. Надеюсь, что я не попаду в прошлое из-за этого. Может быть, только в будущее. На вкус, не знаю, странный вкус. Не могу даже понять, что это такое. Здесь какой-то привкус. Как будто бы, не знаю, грейпфруты, что ли. Довольно странный вкус. Ну, Magic Head, вот этот бренд Magic Head, он, собственно, неплохой. Его пьют хипстеры на всяких хипстерских партиях. Довольно часто встречаются не вот этот Dream Machine, а просто Magic Head. В общем, ничего, ничего особенного. Лёгкий привкус грейпфрута. Пиво довольно приятное. А может быть, даже не грейпфрута. Знаете, скорее всего, это привкус укропа. То есть, вот такая странная вещь, это привкус укропа. Сейчас я попробую следующее пиво. Organic. Баба или Баба. Почему-то на ней какая-то овца. Не знаю, как это связано одно с другим. Black Lager. Значит, соответственно, должно быть что-то тёмное. Сейчас попробуем. Здесь на бутылочке очень любопытные стрелочки. Как компас. Не знаю, зачем это сделано, если вы видите. Да. North. Вот там. Так далее. Вот. Тут всё про него написано. Да, это всё американское пиво. Не европейское. Даже европейское пиво, которое продаётся, оно, в общем, сделано полисцене здесь, в Америке. Некоторые есть привозное. Специально. Сейчас, секунду. Почему-то у них у всех не вертится не вертится. А, конечно, не пропустим. Так. Открыл. Сейчас попробуем. Так, вот эта баба. Довольно любопытная. Да, вот здесь есть почему-то изображение компаса. Я не знаю, как это связано. Ну, ничего особенного. Лагер и лагер. Вкус приятный. Ну, ничего особенного. Обыкновенный пивной вкус. К сожалению, этикетка такая экзотическая. С этой овечкой ничего нам не дала. Здесь, безусловно, отличие от первого. Сравнить с какими-то русскими в этом случае аналогами не приходится, потому что совершенно другой вкус. И последнее у нас в обзоре пиво под названием Нитро. Открываем его крышкой. Вот. Нитро. Нитро. Очень странная штука. Это Милкстал. То есть добавление молока, что ли. Да. Сейчас попробую. Аказофрень такая. Это очень странный вкус. Действительно. Я не знаю, насколько здесь есть молоко. Но пиво очень приятное. Очень приятное. Похоже на болгарское столичное. Темное пиво. А насчет русского я даже не знаю. Ни на что не похоже. А это действительно ни на что не похоже. милкстал. Милкстал. Впрочем, я не знаю вкусов уже давно, кроме там антибалтики, русского пива. Поэтому соответственно и не могу вам точно сказать, на что же это может быть похоже. Может похоже на какие-то новые сорта русского пива. Понятия не имею. Но легкий, приятный вкус. Я рекомендую. Нитро очень приятно пьется. Американский стол. Похоже на такие сорта пива, которые продают на разлив здесь в Америке. Во всяких заведениях пивных. которые довольно приятные. На самом деле вот вот такое пиво на сегодня. У меня есть еще в запасе несколько других видов. Вот такая вот вещь. Я буду продолжать пить это и рассказывать о чем рассказывать. Я не знаю. Если честно, обычно, когда делаешь обзор каких-то пищевых продуктов, почему-то ничего в голову не приходит. Кроме обзора самих продуктов. Увы. Я последнее время что-то перестал вообще пьянеть от этих всех вещей. Просто категорически меня ничего не берет. Я могу спокойно выпить все эти три бутылки и ни в одном глазу. При том, что я вообще не пью. Оказалось бы, эффект должен быть совершенно противоположным. но это не так. Развязывается ли у меня язык? От этого приходят ли у меня какие-то мысли? Как раньше, когда я выпивал какую-то бутылочку пива перед интервью, например, и язык у меня сильно развязывался. Вот в этот раз нет. Он как-то не развязывается вовсе. Полный ступор. Кроме того, что я наблюдаю это дурацкое пиво, у меня в голову ничего не приходит. Еще раз. Ну да. Неплохой вкус. Неплохой. Прямо скажем, нормальный пивной вкус. Вот и все. Что я могу сказать? То есть он неотвратительный. А вот это вот все три бутылки, которые я позревал сегодня, они, нельзя сказать, что они несъедобные, что они отвратительные. До этого я пил другое всякие из того же ящика разнообразный. Просто без всяких обзоров. И они мне категорически не понравились. Просто какие-то фруктовые. ягодные напитки, которые были похожи на какой-то прокисший сок. Я ожидал что-то такого такого же чего-то от этого. Каких-то подвохов. Но подвохов не оказалось. Все это пристойные сорта. Но не скажу, что-то особенное. Прямо скажем, название хорошее. Ну, в смысле забавно выглядит. А более ничего. Ну, съедобно. Съедобно, как, я не знаю, гречневая каша какая-нибудь. Ну, ешь ее, но не можешь получить какой-то спектр вкуса, который бы тебя просто сбил с ног. Ты бы сказал, о, блин, какой-то деликатес. Да, съедобно, да, прилично, но ничего особенного. по поводу того, что в Америке не умеют варить пиво, это чисто ложь, конечно. Пиво в огромном количестве производится, самые разные, то есть, на любой бензоколонке, забегаловке всяческой вы можете увидеть просто кучу всякого пива, очень особенного, и местных сортов, и, не знаю, любых, что кто-то пьет БАД или БАДЛАЙТ, или еще какие-то КУРС, например, это такое же дерьмо. Пьют это, ну, обычно малолетки какие-то, студенты, совсем говеные такие, совсем глупые студенты. Ну, не знаю, я вот видел на таких партиях, чтобы это пили именно такие люди. Может, пьют роднеки, я не знаю. Честно говоря, роднеки ходят так же, как и прочие люди, в брюре, так называемой, где пивоварни или пивные бары, где это пиво местное варят, и оно очень хорошее, совсем свежее местное пиво, но намного лучше, чем это бутылированное, вот, в частности, то, которое я сегодня обозревал. Тут добавляют еще разные соки, гранатовый сок и так далее, то есть есть еще виды там всякого красного пива и прочего, вот оно как-то попристойненько, приятнее. Это вот конкретно, ну, как я уже сказал, как гречневая каша ничего особенного, или картошка там какая-нибудь, да, ну, не можете вы от картошки взвизгнуть и встать на цыпочки и сказать, ох, боже, что я съел, что же я съел такого. Хотя очень смешно, когда я приехал в Америку, через несколько дней после приезда, это было очень давно, 10 лет назад, одна знакомая сказала, а вы, ты любишь картошку? Я очень удивился, почему картошка может вызывать вообще какие-то вопросы, люблю ли я картошку, не люблю ли я картошку, слушаю ли я, не знаю, какую-то попсовую группу, или люблю ли я Тарковского, да, все из тех же самых, из одной обоймы, опять же. Вопрос. Тем не менее, такой вопрос был задан, я не знаю, почему, наверное, может быть, я подумал тогда, что может картошка что-то очень экзотичное для американцев, но оказалось, нет, почему такой вопрос был задан, я не знаю, скорее всего, из-за того, что у некоторых людей есть какая-то аллергия на всякие пищевые продукты, и, может быть, вопрос был связан с этим. А за всем откланиваюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот, буду дальше радовать вас всякими подобными вещами, относительно пива. Не могу сказать, что из этого пива в желудке у меня стало приятно, ну, потому что, на самом деле, все-таки алкогольные напитки это не есть хорошо, я предпочитаю натуральные соки и прочие всякие приятные вещи, которые никак с алкоголем не связаны. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, с вами был Олег Маврамов.